всем привет мы в сочи в районе морского порта или порта здесь сделали новую набережную акватория порта и мы решили посмотреть то что все говорят что здесь очень очень красиво мы уже во дворе то есть с изнанки здесь очень очень даже интересно идем смотреть что там еще за набережная улица не сербская но это пик старого порта говорят что есть сообщение с ялтой еще с какими-то городами на российском мы хотим узнать посмотреть сможем ли куда-нибудь на экскурсию съездить а здесь река на другой стороне начинается пляж один а потом ривьера и где мы проходим естественно это не не порт а вообще написано гастропорт ты знаешь что там без какие катера стоят офигеннейшие мы пойдем сейчас посмотрим именно ли новый порт написано морской вокзал и набережная с маленькими пальмочками и вот в этом месте река которая протекает по сочи впадает море мы идем здесь по длинной набережной к морскому порту вот к настоящему уже морском вокзал написано морской вокзал узнаем там как и чего интересно же небо какое картины можно писать сегодня погода не солнечная где-то грозовые тучи где-то идет дождь но очень-очень тепло в городе конец 26 сентября и плюс 22-24 градусов народ здесь разношерстный одет по-разному нам магаданцам конечно здесь жарко футболки шорты там пляж ривьера который мы тоже любим любим мы любим мы ну и всех так до да море шумит будьте здоровы здесь море впадает в риф и море ой какая красота не видно ой обалденное море так это на каком причине находится? это уже взялательство где? ой шикарное я тоже так говорю хочу все я хочу 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 немножко шума волн небо и море как красиво волна идет давай там весь море соединяется с рекой поэтому вот такая коса с волной красиво особенно потом там можно наших как но не мы не мы с небо конечно как из сказки неожиданно необычная погода такая парит и где-то там слышен гул самолетов с аэропорта адлера среди облаковы тучи красиво мы пока не знаем можно ли там зайти в этот морской вокзал мы дошли до этого места и как оказалось здесь много гуляющих по этой набережной всем интересно что здесь все таки здесь а тут не видно ну вот мы обошли весь вокзал и пришли в общем-то к очередному забору дальше прохода нет дальше мора море акватории уставшие люди потому что они дошли до сюда до сюда какие здесь они здоровые прям вообще высокие там серёж смотрю какие они высокие здесь вот загорожено от штормова и всего естественно от разрушения все на этом все вот так вот вот мы прошлись по набережной нам дальше мол насыпной пальмочки молодые посажены совсем молодые такие детские детские не будут растеть много лет мы примем через 30 лет они будут высокие красивые круизная гавань мы садимся на лавочку будем смотреть на этот столб короче здесь такая пустота вот доходишь до этого места и больше делать нечего девушки спросили сказала что хоть только в бату ну в общем я это же в интернете прочитала вокзал внутри пустой и все больше тут ничего нету касса тут есть нагреть можете зайти узнать все в кассе ну и все здесь находится сочинский центральный таможенный пост также люди ходят пытаются узнать зачем здесь и что и никого из нету густо чисто на экскурсию значит то это за место что это за порт теперь мы знаем сообщение тут всего одно круиз есть круиз на лайнере князь владимир сочи-новороссийский алта севастополь мы на баннере прочитали что он семь дней идет есть телефон все включено в общем типа путешествие по морю все включено на семь дней стоит наверное это хо-хо-хо можно в общем-то по номеру позвонить и узнать но мы не собираемся ехать естественно прогулялись посмотрели сидят охранники в общем как серьезно все как вот в аэропортах только единственное за исключением нет народу вот сочи батуми касса кому надо всегда можно узнать чё к чему ну и все здесь такой здоровый порт всего лишь на батуми нету сообщения окажется с крымом еще пока и ехать отсюда пока нам никуда все так вот так вот грустно я ожидала что здесь что-то повеселее будет поэтому гуляем обратно благо погода такая чудесная не жарко теперь мы знаем что такое морской вокзал города суть я на этом прощаюсь немножечко картинок совсем немного то что здесь нечего фотографировать спасибо что смотрите и не путешествуйте вместе со мной узнаете новые места всем пока до встречи следующих видео ну и в догонку немножечко фото на этих фотографиях вы видите немножечко информации о данном круизе на лайнере князь владимир видите схему в какие города он заходит примерные цены пока ю там и по классам количество дней в круизе 7 дней но вот тоже все расписано кому интересно можно посмотреть а более подробную информацию можно найти в инете но италии немножечко море и фотографий раз у но и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok